Андрей Костин сегодня занимает пост руководителя второго по величине Российского банка ВТБ. Он родился 21 сентября 1956 года в городе Москве в семье государственного деятеля и специалиста по экономическим вопросам Леонида Алексеевича Костина. Его мать Тамара Михайловна работала в Академии труда старшим преподавателем высшей математики. Как было упомянуто выше, Андрей Костин родился в столице. Про его детские и юношеские годы сегодня мало что известно. В школе кроме обязательных предметов, предусмотренных общеобразовательной программой, он также посещал музыкальные классы и играл на скрипке. Но мечтой мальчика с юных лет было стать ученым, поскольку он очень сильно интересовался наукой. В юношестве Костину нравилось играть в преферанс. Это было семейное развлечение. Но с началом профессиональной деятельности он перестал играть в карты. После окончания школы Костин поступает в Московский государственный университет на экономический факультет. Озвучено Яндекс Спичкайт. Он учился на отлично и, закончив вуз с красным дипломом, начал делать первые шаги в своей профессиональной деятельности. В 1979 году он как молодой специалист в сфере политической экономики, не стал упускать возможность поездить по разным государствам мира. Сначала он работал в государственном консульстве СССР, расположенном в Австралии. Затем он получил работу в Европейском подразделении Министерства внутренних дел. Сначала он занимал эту должность в период с 1982 до 1985 года. Потом с 1990 до 1992 года. С 1985 до 1990 года Костин работал в российском посольстве на территории Великобритании. Позже он защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук в Академии финансов при правительстве Российской Федерации. В середине 90-х годов становится директором Внешэкономбанка. Он внес большой вклад в развитие российской экономики, за что в 1998 году получил свою первую награду. В 1999 году было принято решение продлить его пребывание на посту главы ВЭП. В начале нового тысячелетия было решено объединить ВЭП и Внешторгбанк. И директором нового финансового учреждения назначили Андрея Костина. Вплоть до 2017 года он занимал в этом банке только высокие посты. В 2002 году был назначен на должность руководителя и председателя правления ВТБ. Он был удостоен этого поста благодаря решению чиновников и экспертов в данной отрасли. Спустя два года входит в список самых влиятельных экономистов страны. Глава ВТБ никогда не ограничивался одним видом деятельности. Он также занимался следующими направлениями. 2006 занимает пост руководителя Федерации по художественной гимнастике. 2006 стал членом коллегиального руководства компании «Роснефть». 2007 стал членом коллегиального руководства «РЖД». 2009 – получение звания второго по уровню влияния финансиста. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. В 2008 году для того, чтобы оказать поддержку российской экономике, руководитель ВТБ предоставил кредит в размере 120 миллиардов рублей. А осенью того же года было выделено еще 200 миллиардов рублей в рамках программы «Кредитование экономики». Спустя год после отставки мэра Москвы Юрия Лужкова, руководство ВТБ принимает решение консолидировать акции Банка Москвы в 100% объеме. В 2014 году Костин принял решение сократить деятельность ВТБ по ряду направлений из-за санкций. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. В результате такого решения примерно треть сотрудников европейских представительств банка была уволена. Андрей Костин женат на Наталье Гордеевой, с которой у него роман завязался еще во время обучения в университете. После свадьбы в семье банкира появился сын, которого назвали Андреем. Сын пошел по стопам отца и тоже получил экономическое образование. Прошел специальную программу обучения немецкого банка, он работал в подразделении Deutsche Bank. Находящемся в Лондоне, и к 2011 году успел добиться довольно неплохих результатов в своей карьере. Но в этом же году, во время катания на квадроциклах, сын Костина погиб. Так Андрей Костин-старший остался без наследника. Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование о личной жизни банкира. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. В ответ на него представители второго по величине банка в России предложили Навальному обратить внимание на дела в своем фонде и в обществе Генри Джексона. Стоит отметить, что сегодня интернет-порталы, где появляются подробности отношений Костина, блокируются Роскомнадзором. Ведомство принимает такие меры на основе судебного решения. Фото из сети интернет. Озвучено Яндекс.Спичкит. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.